Я приветствую вас всех, кто сегодня набрался смелости и пришел сюда. Мы благословляем вас именем Господнем, мы благословляем вас из Дома Господня. Мир вам! И шаббат шалом! И так, друзья, буквально в нескольких словах я изложу причины, я изложу цели, почему вообще вы здесь, что случилось с нами, почему мы решили открыть служение, новое служение. И ключевым стихом для своей маленькой, очень короткой проповеди я избрал слова из Евангелия от Матфея. Это слова нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Матфея 18 глава 11 стих. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Погибшее. Что это такое? Это когда говорят, и сохли кости наши, и погибла надежда наша. Это погибшее. Когда утром говорят, скорее бы наступил вечер, а вечером говорят, скорее бы наступило утро. Это слова из старозакония. Это погибшее, когда ты лежишь израненный и умираешь на обочине, а мимо тебя проходит толпа, равнодушная толпа. Может быть, кто-то взглянет, подойдет и пойдет дальше. И ты понимаешь, нет надежды. Ты понимаешь, это конец. Это когда ты родился слепым, и никогда не увидишь света, и не знаешь, что такое свет. Ты обречен. Это погибшее. Это когда ты вдали, потому что ты прокаженный, и с тобой никто не хочет общаться. И поэтому отвержен. И ты уже не можешь кричать, а только шепчешь губами. Это погибшее. Я могу много примеров приводить, но я думаю, достаточно. Мы понимаем, что такое погибшее. Но Сын Человеческий пришел спасти это погибшее и взыскать. Это его цель на земле. Это его миссия. Миссия, которую он поручил Церкви своей. Передал ей власть. И вот как это спасти? Как это спасти тех, кого уже казалось бы вообще невозможно спасти? У которых нет надежды. Они обречены. Все. Они погибли. Когда пророк Езеки видит поле полное костей, и Бог спрашивает, а живут эти кости? И не знает, что сказать Езеки. Они настолько высохли. Они мертвы полностью. И он говорит, ты знаешь, что сказать. Спасти это значит, в чем вы не могли оправдаться законам Моисеевым, это слова апостола. Им оправдывается всякий верующий. Имени Господа и Иисуса Христа. Это когда приходит спасение. Когда все против тебя. И обстоятельства, и теология, и доклини, и закон. Ты не можешь оправдаться. У тебя нет возможности. Есть спаситель, который пришел спасти погибших, и им оправдывается всякий верующий в Него. Это когда ты прощил всю свою жизнь в стране Городинской, и ничего не видел доброго в своей жизни. И однажды к тебе пришел спаситель. Он специально переправился на лодки в твою страну, чтобы спасти тебя. Это когда даже родные и близкие к тебе люди говорят, уже смирнили. Уже близкие и родные отвернулись от тебя, потому что от тебя так пахнет, ты разлагаешься. И слышит голос Сына Божия. Лазарь, вы его воскресли. Это когда спасти, это значит, когда Христос спрашивает, женщина, где обвинители твои? Никто не обвиняет тебя. Никто, Господи. Пришло спасение. И вот Бог нам дал такое видение и ведение взыскать и спасти погибших. Поэтому мы и дерзнули открыть новую ферту. Этих тысячи. И вот, услышав голос Сына Божия, мы обрели полное спокойствие. Мы спокойны. Мы не тревожимся. У нас нет переживаний. У нас есть дерзновение. Потому что это поручение от Господа. Взыскать и спасти погибших. Это цель. Это цель Господа нашего и Иисуса Христа. И задача, которую ставит нам с вами Господь, сделать это. В этой жизни. Сегодня. Сейчас. Поэтому мы начинаем новую цель. Это принципы Евангелия. Это принципы даже самого закона Божьего. Это принципы самого Бога. Спасти человека. Да благословит нас всех Господь. Чтобы каждый из нас был тружеником на вере Господне. Чтобы каждый из нас вдохновился этой идеей и сказал. «Я пойду. Я пойду, Господи». И Господь пошлет. И Господь даст силы. И кто знает. Возможно, через тебя тысячи и десятки тысяч придут к видению света Господа. Потому что Иисус Христос пришел взыскать и спасти погибших. Итак, друзья, я бы хотел сейчас пригласить команду наших служителей сюда. И они очень коротко помолятся. Они очень коротко скажут, какой бы они хотели видеть Церковь Божия. Они очень коротко поговорят о своем видении. Поэтому, друзья, я приглашаю сюда команду наших служителей. Это только начало. Выйдет буквально несколько человек, но в будущем к нему будут присоединяться. Мы хотим в Церкви видеть служителей, которые ищут ни позиций, ни постов, ни славы, ни почета. Они жаждут трудиться для Господа. Поэтому, друзья, выйдите сюда для очень короткого свидетельства и молитвы. Итак, вот, становитесь где-то здесь. И я передаю микрофон. Мы будем сегодня пробовать о том, кто мы и что мы. И видите текст, дабы общение веры твоей казалось деятельным, познанием всякого воздобра в гостей Иисусе. Вообще, наша Церковь называется «Общение веры». «Общение веры». Общение. Мы хотели это подчеркнуть как ценность. Для нас важно общение. Но не просто общение, а общение веры. А то общение, которое нас вдохновляет, поднимает. И вот на этом у нас будет фокус. И... Пожалуйста. Друзья, слава Богу. Я рад, что вы все сегодня пришли сюда на это место. И я благодарен Богу, что мы сегодня могли весело пойти. И наша Церковь – это чтобы наши семьи, чтобы вот это общение веры, чтобы мы могли возрастать здесь, чтобы мы могли... И я также хочу, чтобы вот эта Церковь наша, чтобы она была этой как бы приютом, этой больницей, если кому-то нужна помощь или еще что-то, мы готовы служить. Да, мы бываем не такой, как мы должны быть. Мы говорили, что Бог нам поможет. И мы можем вместе с вами, мы можем делать этот труд, мы можем трудиться. И я думаю, Бог плавает с вами. И я думаю, чтобы наша семья, чтобы мы как одна семья служили Богу. Да, плавает с вами Бог у нас, в нашем начале. И, спасибо, Владимир, он сказал то, что я хотел сказать. Прочитал мои мысли, я всегда видел и вижу сегодня, что община и Церковь, которая собирается во время Господа Иисуса, это ничто и иное, как лазарет. Это там, где люди могут найти решение и исцеление. Поэтому, друзья, это желание мое также, чтобы мы чувствовали себя здесь как от насилья. И если видим человек, который нуждается, мы, как вот семья, должны помогать друг другу. Вот цели помочь восстановиться тем, которые могут потерять. Цели помочь восстановиться тем, которые просто ушли от Господа. Поэтому, друзья, вы здесь сегодня, я призываю, просто в молитве, когда вы молитесь, молитесь, это нужно также. Вот такое желание у меня тоже. Для первого служения я бы хотел сказать, вау, столько людей. Спасибо, друзья. Спасибо, что вы пришли видеть нашу радость. Хотелось бы видеть любовь в этой жизни. Хотелось бы, чтобы каждый почитал другого, быть в себе. Чтобы любовь здесь обиталась. Шалом, в первую очередь. Потому что много церквей, знаете, в городе, много церквей в нашем штате. И как же вы служили по-разному. Хотелось бы, чтобы у нас была особенная любовь. Пусть использовалась с ней. Спасибо всем. Продолжение следует... Эта STAR ForGH é, да? Я хочу, конечно, говорить о Прегрессстве за родinin 1890 года. Субтитры сделал DimaTorzok